Север Аляски, Канада, Европа, Азия – острова Северного Ледовитого Океана, царство вечной мерзлоты. Оно занимает 35 миллионов квадратных километров, или 25% площади земного шара. Здесь температура верхней части земной коры тысячелетиями не поднималась выше нуля градусов. Даже грунтовые воды в этой зоне в виде льда, глубиной более тысячи метров. Лед тает, подвергая дороге, железнодорожные пути и строение по всей стране риску затопления. В ближайшие 25-30 лет зона вечной мерзлоты в России может уменьшиться на величину от 10 до 18%. Что это? Катастрофа или естественный ход планетарной жизни? Новая загадка Севера. Вечная мерзлота технически определяется как любого типа почва, которая находится в постоянно замерзшем состоянии, как минимум два года. В некоторых районах она уходит на сотни метров глубоко под землю. Возраст ее насчитывает десятки тысяч лет. Термин «вечная мерзлота» как специфическое геологическое явление был введен в научное употребление в 1927 году основателем школы советских мерзлотоведов Сумгиным. Он определял его как мерзлоту почвы, непрерывно существующую от двух лет до нескольких тысячелетий. Слово «мерзлота» при этом четкого определения не имело, что и привело к использованию понятия в различных значениях. Впоследствии термин неоднократно подвергался критике, и были предложены альтернативные термины – многолетние мерзлые горные породы и многолетняя криолитозона. Однако они не получили широкого распространения. По длительности существования мерзлого состояния пород принято подразделять родовое понятие «мерзлые породы» на три видовых понятия. Кратковременно «мерзлые породы» – часы-сутки. Сезономерзлые породы – месяцы. Многолетние мерзлые породы – годы, сотни и тысячи лет. Общепринятое название «вечная мерзлота» – термин «многолетняя мерзлота» используется в основном Петербургской географической научной школой. Одно из первых описаний многолетней мерзлоты было сделано русскими землепроходцами, покорившими Сибирь в XVII веке. Казак Светогоров впервые обратил внимание на необычное состояние почвы. Более подробное это явление изучили первопроходцы экспедиции Семена Дежнёва и Ивана Реброва. В послании русскому царю они докладывали о наличии особых таёжных зон, где даже в самый разгар лета почва оттаивает максимум на два аршина. Аршин – старорусская единица измерения длины, равная 0,71 метра. Вечная мерзлота охватывает примерно 63% всей территории России страны. Покров литосферы напоминает изрядно потёртое одеяло. Вдоль верхнего северного края карты России он почти сплошной. Мощность мерзлоты здесь максимальная, а температуры минимальны. Горные породы на севере Европейской России, Урала, севере Западной Сибири примерно до широтного отрезка Аби, на большей части Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока, скованы льдом. Отрицательные температуры проникают в земную кору до глубины 1300-1500 метров. Минимальные их среднегодовые значения достигают минус 15-16 градусов. К югу толща мерзлоты уменьшается, температура её повышается. От сплошного покрова остаются одни лоскутки. Острова мерзлых пород мощностью в несколько метров с температурой близкой к нулю. Мерзлота чутко реагирует на малейшие изменения климата и поэтому отнюдь не является вечной. Значение этой области трудно переоценить. Это стратегический тыл экономики России, её топливно-энергетическая база и валютный цех. Здесь сосредоточено более 30% разведанных запасов всей нефти страны, около 60% природного газа, неисчислимые залежи каменного угля и торфа, большая часть гидроэнергоресурсов, запасов цветных металлов, золота и алмазов, огромные запасы древесины и пресной воды. Значительная часть этих природных богатств уже вовлечена в хозяйственный оборот. Создана дорогостоящая и уязвимая инфраструктура, нефтегазопромысловые объекты, магистральные нефти и газопроводы протяжённостью в тысячи километров, шахты и карьеры, гидроэлектростанции, возведены города и посёлки, построены автомобильные и железные дороги, аэродромы и порты, с учётом последствий строительства на вечной мерзлоте. Значительная часть её унаследована от последней ледниковой эпохи, и сейчас она медленно тает. Содержание льда в промёрзлых породах сегодня колеблется от нескольких до 90%. Почему это происходит и что будет дальше? К сожалению, специалисты, владеющие арсеналом современных математических методов и быстродействующей техникой, не могут уверенно объяснить, в чём причины глобальных климатических изменений. Выдвигаются версии от смещения полюсов до последствий военных действий. Ясно одно. Потепление климата приводит, в свою очередь, к оттаиванию вечной мерзлоты и освобождению газов, особенно метана, захороненных в мерзлоте, и их дополнительному поступлению в атмосферу. Журналисты назвали это метановой бомбой. По прогнозу, к 2050 году южная граница мерзлоты отступит к северу и займёт положение, в котором она находилась 8 тысяч лет назад. Что это, реалии или фантазии? Ответ на вопросы ищут государственные и международные организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова